Уважаемые одесситы, по состоянию на сегодня, 23 марта 2020 года, в Одессе не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. В городской клинической инфекционной больнице всего было проведено 51 тестирование с использованием экспресс-тестов на коронавирус для пациентов с симптомами респираторной инфекции, вернувшимися из стран или с территории, где регистрировались случаи заболевания коронавирусом. Все эти тесты показали отрицательный результат, то есть ни одного случая положительного коронавируса не было подтверждено. Хочется напомнить, что согласно распоряжению, согласно комментарии Министерства здравоохранения на Украине, экспресс-тестирование на коронавирус проводится только на территории лечебных учреждений с использованием как быстрых тестов, так и других видов диагностики. Эти тесты не будут розданы семейным докторам, они не используются для самостоятельного тестирования. По разъяснению Министерства здравоохранения, они используются в Одессе в городской инфекционной больнице. Что касается графика работы медицинских учреждений города Одессы, то в него на период карантина были внесены определенные изменения, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Мы понимаем, что медицинские учреждения это те места, куда обращаются как люди с симптомами респираторной инфекции, так и люди с различными хроническими заболеваниями. И наша задача и наша цель сделать так, чтобы люди с заболеваниями, они максимально не пересекались с теми людьми, для которых эти инфекции могут быть опасны. Поэтому было принято решение относительно некоторых ограничений и изменений в графике работы медучреждений. Хочу подчеркнуть, что все виды ургентной медицинской помощи жителям Одессы как оказывались, так и продолжают оказываться в полном объеме. Однако было принято решение относительно временного прекращения плановых видов медицинской помощи. Это касается плановых операций в стационарах. То есть операции проводятся только в ургентных состояниях, которые требуют неотложного оказания медицинской помощи, а те плановые операции, которые могут быть отложены на какой-то период времени, рекомендуется отложить до окончания карантина. Также в городских медучреждениях введены усиленные противоэпидемические меры, которые предусматривают масочный режим, а также запрет на посещение пациентов в стационарах, тоже для недопущения распространения инфекции на территории учреждения. Кроме того, в медицинских учреждениях, которые оказывают амбулаторную помощь, это центры первичной медико-санитарной помощи, это поликлиники, это консультативно-диагностические центры, рекомендовано максимально ограничить и исключить посещение учреждений пациентами, не являющимися ургентными, которые приходят просто для плановой консультации, для решения тех вопросов медицинских, которые не требуют личного осмотра доктором. Всегда есть возможность позвонить своему семейному доктору или педиатру, с которым подписана декларация для ребенка. Номер телефона у каждого в декларации указан, и можно позвонить доктору и узнать, как вам действовать в той или иной ситуации, связанной со здоровьем. Также в случае заболевания просьба первым делом позвонить своему лечащему, своему семейному врачу. У всех врачей есть алгоритмы действия в том или ином случае. На основании этой консультации он порекомендует и примет решение либо о выезде к вам на дом, либо о том, что вам необходимо действительно посетить медицинское учреждение, и вам необходим вот тот вид помощи, либо тот вид диагностики, который не может быть предоставлен в домашних условиях, либо он предоставит вам консультацию и ответы на ваши вопросы в телефонном режиме. Для того, чтобы оградить население города от распространения инфекционных заболеваний и предотвратить распространение коронавируса, также временно приостановлена работа ряда структурных подразделений городских медучреждений. Это касается дневных стационаров, кабинетов массажа, кабинетов ЛФК, физиотерапевтических кабинетов и отделений. Также временно прекращено проведение плановых профилактических прививок, экстренная вакцина-профилактика продолжает проводиться, а также проведение плановых медицинских осмотров и работа комиссий, за исключением военно-врачебной комиссии. То же самое касается и работы стоматологических служб города. Также ургентная стоматологическая помощь предоставляется в полном объеме. Плановые стоматологические услуги, которые не являются экстренными и ургентными, их рекомендовано отложить до улучшения эпидемиологической обстановки в городе. Ряд специалистов городских медучреждений, в основном это касается консультативно-диагностических центров, где работают узкие специалисты, также перешли на сокращенный график приема, и в регистратуре того учреждения, в которое вы хотели бы обратиться, вы можете узнать о том, как работает тот специалист, который вам нужен. Хочу отметить, что травматологическая помощь, хирургическая помощь, ургентная помощь терапевтов, офтальмологов, в случаях, которые являются ургентными, она продолжает предоставляться при необходимости всем пациентам, которые обращаются. Но сейчас нужно понимать, что соблюдение карантина, ограничительные меры, соблюдение так называемой социальной изоляции, разобщения людей, вот социальное, оно значительно сократит возможные негативные последствия, в случае, если действительно случаи коронавируса будут возникать. То есть, если нету близкого общения и больших скоплений людей, инфекции фактически просто негде распространяться. Поэтому мы просим всех проявить ответственность, и по всем вопросам, касающимся здоровья, и не являющимся ургентными в особенности, в первую очередь проконсультироваться со своим семейным доктором, позвонить ему, и он вам предоставит квалифицированную консультацию о тактике ваших действий и о том, куда вам нужно в дальнейшем обратиться, если вам нужны необходимые какие-то дополнительные консультации. Также напоминаю о том, что в Одессе продолжают свою работу при городском центре неотложной помощи «Горячая линия». По всем вопросам вы можете туда позвонить и узнать все, что вы хотели бы узнать о коронавирусе, а также в случае заболевания, о том, как и куда вам обратиться за медицинской помощью. Напоминаю, номера телефонов «Горячая линия» по коронавирусу – это номера телефонов 1550, бесплатный звонок со стационарных телефонов, а также 0800 50 1550 – это звонки бесплатно с мобильных телефонов. Мы просим всех проявить ответственность и помнить о том, что соблюдение каждым одесситам мер по защите себя, своей семьи, а также окружающих людей от распространения коронавирусной инфекции позволит нам сохранить здоровье наших горожан и эпидемиологическое благополучие в городе Одессе. Всем здоровья, не болейте, соблюдайте правила профилактики. Продолжение следует... Продолжение следует...